МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Азов.Инфо в студии Герман Токарев. О главных событиях дня в материалах наших корреспондентов. Сегодня в Азовской прокуратуре состоялся прием обманутых дольщиков с межрайонным прокурором и главами города и района. Нет белой березы под моим окном. Жители многоквартирного дома по улице Красногоровской лишились своего любимого дерева. 17 января. Всемирный день детских изобретений. Сегодня, 17 января, Азовский межрайонный прокурор Аслан Джиоев совместно с главами администрации Азова и Азовского района Владимиром Рощупкиным и Валерием Бевзюком провели прием граждан по вопросу строительства многоквартирных домов. К сожалению, в Азовской межрайонной прокуратуре посчитали невозможным присутствием нашей съемочной группы, которая, кстати, не один год занимается темой обманутых дольщиков. Поэтому, к сожалению, мы не можем сообщить подробности данного приема. В декабре прошлого года жители дома номер 27А по улице Красногоровской узнали о планируемой обрезке деревьев на их придомовой территории. Никто не возражал против обновления деревьев, но то, что люди увидели в итоге, многих повергло в шок. Подробности в следующем сюжете. Жители дома номер 27 по улице Красногоровской возмутил не сам факт о пиловке деревьев на придомовой территории, а то, что, по их мнению, были спилены вполне здоровые части растений. Вот, вон, стоит возле второго подъезда, вообще березка бесподобная. Взяли, спилили. Дальше еще, возле четвертого подъезда, попилили. И я спросила, дайте разрешение на спиливание этого дерева. Молчок. Я разов в десять спросила. За домом все деревья попилили. Вот зачем? Это зелень. Люди годами выращивают дерево, годами выращивают его. Годами его сохраняют, годами вот мы поливаем все время. Ну, зачем это? Вот цветы посадили, цветы сажаем все. И это все переводится на ничто. На каком основании проводилась опиловка деревьев, пояснила специалист по работе с населением управляющей компании «Петровская» Ольга Черненко. С заявлением управляющей организации обратилась старшая по дому, Заярная Лариса Борисовна. После этого администрации управляющей организации было написано письмо в отдел экологии администрации города Азова. И специалисты отдела экологии вышли на земельный участок, произвели обследование зеленых насаждений и составили в соответствии свои акты обследования и разрешение на опиловку. То есть все работы выполнялись строго в соответствии с законодательством и, как говорится, имеют нормативную базу. Особенно сильно огорчил практически обезображенный вид любимой многими березы у первого подъезда. Дерево было великолепное. Я его собственными руками посадила. Козырев Леонид, Якутникова Людмила Степановна, мы работали вместе. Мы здесь взяли саженцы и посадили. 27 лет назад. И вчера плакали. Плакали просто. Это крона. Мы ходили и любовались. Вот память глупости этой чиновничьей. Я сидел под тенечкой летом, отдохнул. А здесь что? Женщины, которые многие годы ухаживали за деревом, утверждают, что спилить надо было всего одну ветку, о чем они и просили рабочих. У нас одна ветка, действительно, которая была над клумбой, которая тень нам создавала большую. Мы не возражаем. Остальное все красота была. И дети играют. Да, у этой березы. Все любовались ей, понимаете. Ходили люди, влюбовались и даже и чужие, и наши. Детки играли. Тень была. Старики сидели. Начали пилить. Начали пилить. Я ему показала, какую ветку. Молодой человек, вот здесь вот шла ветка. Поверачивайся. Которая мешала. Вот эту, давайте вот эту. Это нормально. Как пошел он пилить, залезлишь на эту вышку, я кричу, бесполезно. Но дело в том, что береза – это дерево, которое по климатическим условиям, для него наша зона, вот именно при Азовье, она очень неблагоприятная для проживания. Потому что она, это дерево, которое плохо переносит перепады температуры, плюс-минус в течение зимы, это дерево, которое очень хрупкое при большом выпадении снега. Пусть не расстраиваются. Сейчас, вот, как говорится, обрезка идет у нас не в весенний период, не тогда, когда идет сокотворение, как говорится, идет в зимний период. Весной начнут просыпаться спящие почки на дереве, оно начнет зеленеть, оно начнет прирастать новыми молодыми ветками, и через два года оно будет совершенно иметь другой здоровый вид. При этом жители не могут понять, почему остались нетронутыми деревья, которые явно нуждаются в опиловке. Говорим, вот, пожалуйста, даже я с экологией с этой разговаривала, я говорю, подождите, посмотрите, у нас на детской площадке, какие деревья, они даже вот когда мороз, они аж скрипят, страшно. Тополя, посмотрите, у нас ветер здесь страшно, завалит и машины побьет, и все. Никакой реакции. Здесь ничего лишнего мы стараемся не делать, потому что, в первую очередь, это безопасность, и во вторую очередь, это, как говорится, здоровые насаждения. Какие конкретно деревья и в каком объеме выполнять работы, все определяет отдел экологии. В связи с последними событиями, связанными со взрывами бытового газа в Магнитогорске и Шахтах, участились случаи мошеннических действий со стороны лжегазовиков, которые ходят по квартирам и предлагают установить специализированные приборы для определения концентрации газа в помещении. Мы обратились к представителю ресурсоснабжающей компании с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию. Согласно действующего законодательства, абонент, использующий природный газ, не обязан покупать датчик, который сигнализирует о загазованности звуковым сигналом. Данный прибор покупается на личное усмотрение. Причем, как показывает практика, сотрудники частных фирм, которые не имеют никакого отношения к Газпром-межрегионгаз и к Газпром-газораспределению, навязывают эти датчики по стоимости, которая превышает несколько раз фактические, и говорят абонентам, что после установки производить техническое обслуживание оборудование необязательно. Это неправда. Согласно постановлению правительства номер 549, каждый абонент, потребляющий газ, обязан заключить договор на техническое обслуживание. И неважно, установлена у него только плита или котел, плита и колонка. Мы вернемся в студию после короткой рекламы. Не переключайтесь. Продолжение, от которого невозможно отказаться. Для тех, кто мечтает о европейском комфорте загородной жизни, коттеджный поселок закрытого типа Петровский парк. В живописном уголке, в окружении хвойного и лиственного леса. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Продажи открыты. Звоните 8 800 201 20 02. Коттеджный поселок Петровский парк. Успеи на акцию. Жилой комплекс Новый Азов. 279 89 89. В крещенский праздник окунуться в купели можно на территории венодельника Антина с 17 часов пятницы 18 января. Молебен и крещение купели состоится в 23.30. Совершить омовение можно с 0 до 20 часов 19 января. Вас ждут чай, кофе и теплые раздевалки. Продолжим выпуск. Ежегодно более 500 тысяч детей и подростков изобретают различные гаджеты и игры. Создают и модифицируют роботов и технику. Все эти новшества, несомненно, делают нашу жизнь удобнее и интереснее. И сегодня именно та дата, когда нужно порадоваться таланту юных гениев, потому как ежегодно 17 января отмечается Всемирный день детских изобретений. А их в Азове тоже немало, ведь уже много лет в нашем городе работает станция юных техников. Станция юных техников города Азова на сегодняшний день – это центр пропаганды и развития технического творчества молодежи, который является единственным учреждением дополнительного образования технической направленности в городе и объединяет лучшие инновационные программы, включающие в себя авто, суда, ракета и авиамоделирование. Наверное, на протяжении всего существования станции юных техников ежегодно, в январе месяц, у нас посвящен изобретательству. С 17 января отмечается праздник День детского изобретателя, и поэтому никто иной, как станция юных техников, уделяет этому внимание. Уже с первых дней января мы начинаем проводить всевозможные конкурсы, защиту проектов. Более 600 азовчан в возрасте от 5 до 18 лет с удовольствием посещают кружки и с любовью относятся к своему хобби. Я занимаюсь в этом кружке полгода. Я уже научился здесь строить самолеты, понял азы и авиации. Также моя мечта стать пилотом. Содержание всех программ ориентировано на создание в процессе обучения необходимых условий для развития творческого, интеллектуального, личностного потенциала ребенка. Воспитанники станции юных техников города являются постоянными участниками и призерами разного уровня соревнований и олимпиад. Что касается прошлого учебного года, то у нас ребята приняли участие в Донской академии юных исследователей, где у нас Кузнецов Григорий стал обладателем диплома третьей степени за свою работу, за космический комплекс, оборонный комплекс под названием «Рысь». С этой работы Григорий выступал на областном слете юных техников и стал также призером этого слета. По итогам мероприятий, в которых этот мальчик принимал участие, он был направлен в областной всероссийский лагерь «Орленок» на смену «Космос.Отчета». Самое главное, что преподаватели дополнительного образования делают акцент на конечный результат, который способствует развитию личности ребенка. Это беспилотная космическая станция. К ней пристаковывается космический корабль. Он может развивать максимальную скорость 10 тысяч километров в час. В 9 раз превосходит скорость звука. При необходимости он закрепляется на этой станции и может в случае обнаружения опасности отстыковываться, избивать определенные летающие объекты. В ночь с пятницы на субботу состоится праздник Крещения Господня, одной из главных традиций которого является окунание в проруби. Кроме привычных для азовчан мест, в этом году будет организована еще одна купель на территории Азовской винодельни Кантина. Очень радостно было сегодня совершить освящение пруда и на Крещение Господне. У нас есть добрая православная русская традиция купания в проруби. Надо, конечно, чтобы человек подходил к ней правильно, чтобы он подходил к ней с молитвой. У нас здесь будет наслужен специальный молелин, великое освящение воды. Есть такое поверье, что вода сама собой освящается в водоемах. Это не совсем так. Вода освящается по молитве верующих. То есть только когда люди собираются и просят об этом Господа, и тогда Господь освящает. И после этого можно будет купаться тем, у кого нет противопоказаний. Это очень-очень хорошо для такого не только телесного, но и духовного нашего возрождения. Дорогие друзья, мы ждем вас в пятницу. С вечера у нас здесь будет открыто, будем греться, будут раздевалки теплые. Перед полуночью молебен и с полуночи, с полуночи пятницы до вечера субботы открыта купель. С участием наших городских служб МЧС будет обеспечена безопасность. Теплые раздевалки и теплые горячительные напитки и закусить. Короче, все должно быть хорошо. Приходите. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч. В пятницу 18 января пасмурно. Температура днем плюс 2, плюс 5. Ночью 1-2 градуса выше нуля. Ветер южный 4,6 метра в секунду. Влажность воздуха 85%. Уровень воды в реке Дон на 62 сантиметра выше отметки 0. Температура воды в реке плюс 3 градуса. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин